Добрый вечер, дорогие наши друзья! Меня зовут Людмила, и я очень рада, что сегодняшний вечер вы проводите вместе с нами на международной онлайн-конференции «Фоамиран. Секреты мастеров». Сегодня 20 июля, и у нас 13-й день конференции. По традиции я прошу вас прямо сейчас поставить в чат ваши оценки от 1 до 10, чтобы я могла понять, насколько хорошо меня видно и слышно. Ну а пока вы ставите ваши оценки, я хочу обратить ваше внимание на то, что у вас над чатом в правом верхнем углу находится баннер, пройдя по которому вы можете оформить покупку всех записей конференции. Стоимость 1490 рублей. Ну и еще одно напоминание для того, чтобы вы могли в лучшем качестве смотреть наши мастер-классы, используйте, пожалуйста, браузер Google Chrome. Далее вы можете воспользоваться значком в виде шестеренки. Он находится в правом нижнем углу. Если вы нажмете на него, то выпадет окошко, в котором нужно выбрать значение 720 HD. И тогда качество вашего видео будет самым лучшим. Итак, я заглядываю в наш чат. Замечательно, есть. Так, у кого-то семерка, а Анжелики Поляковой почему-то единичка. Но я думаю, что это не единичка, а скорее всего десятка. Может быть, нолик мне дописали. Но если вдруг у кого-то, что вот Надежда Попова, пишет девяточку, дорогие друзья, не забывайте, качество видео зависит от значка шестеренки. Вы можете также нажимать на клавишу F5 на вашей клавиатуре для того, чтобы обновить страничку. Иногда это тоже помогает восстановить наилучшее качество видео и звука. И, кстати, о звуке. Вы можете воспользоваться значком, не значком, а движком, я бы так сказала, который находится у вас слева внизу. Вы можете регулировать громкость вашего звука. Пожалуйста, не забывайте об этом и пользуйтесь всеми возможностями. Ну что ж, я вижу, что все в основном видят, слышат хорошо. Если что-то не так, пожалуйста, проверяйте настройки вашего компьютера. Может, у вас что-то не так. Ну и пока вы меня хорошо слышите и хорошо видите, я хочу поделиться с вами отличной новостью. Я думаю, что вы уже привыкли к тому, что каждый день у нас есть масса подарков. И сегодняшний день не исключение, потому что среди вас есть, я в этом уверена, та счастливица, которая прямо сегодня получит сертификат на 500 рублей для покупок в интернет-магазине ТАДИ. Так вот, дорогие друзья, среди всех покупателей, кто сегодня оформит покупку, будет разыгран приз, сертификат на 500 рублей от нашего партнера конференции интернет-магазина ТАДИ. Поэтому, пожалуйста, делайте правильные решения, выполняйте свои, скажем так, собственные желания, исполняйте. Напомню, что интернет-магазин ТАДИ можно очень легко найти и в интернете. Ну а если сделать так, чтобы долго не искать, вы можете сделать проще. Войдите на сайт нашей конференции, прокрутите страничку чуть ниже, и там есть абсолютно все партнеры нашей конференции. Среди них интернет-магазин ТАДИ. Кликните на картинку, и вы сразу попадаете в этот интернет-магазин. Цены доступные, материалов очень много, есть что покупать. Ну, дело, как говорится, за вами, выбор ваш. Ну а теперь я с удовольствием хочу представить нашу сегодняшнюю гостю. У нас в гостях Татьяна Шмелева, и вы, дорогие рукодельницы, прямо сейчас вместе с Татьяной будете изготавливать настоящую гусеницу. Татьяна автор более 30 мастер-классов по куклам и игрушкам из фоамирана. Каждая из игрушек, из кукол, отличается индивидуальностью, потому что Татьяна очень многое придумывает сама. И сегодня вы тоже можете, скажем так, к творческому процессу Татьяны присоединить и своё вдохновение, свою фантазию. Всё зависит только от вас. Я надеюсь на то, что в чате вы будете очень активными, этим вы сможете помочь нашей мастерице. Ну и хочу ещё добавить, что Татьяна автор более 30 мастер-классов. Поэтому есть чему поучиться, и я с удовольствием передаю микрофон Татьяне Шмелёвой. Татьяна, пожалуйста, мы вас ждём. Добрый вечер. Всё меня не видно. Видно, слышно, замечательно. Всё, эхо это потому, что вас дали в микрофон. Да, я сейчас выключу микрофон, и всё будет отлично. Всё хорошо. Так, чтобы я видела все ваши комментарии, кто сегодня со мной в чате себе, чтобы я вас видела. Сейчас настроим. Так, ну, я надеюсь, что если я таким тоном буду разговаривать, то меня будет слышно. Здравствуйте, Галина. Да, здравствуйте, Ольга. Ну и все, кого уже сейчас, пока Людмила выступала, прочитала уже, кто сегодня у нас в чате. Здравствуйте. Извините, Татьяна. Извините, пожалуйста, что я перебью вас буквально на одну минуточку. Я уже вижу нарушение работы чата. Ольга неизвестная. Я, конечно, очень рада тому, что вы выставили замечательные цветы, но в чат выставлять какие-либо фотографии, ссылки и прочее категорически запрещается. Только потому, что это может нарушить работу нашего чата. Не только чата, но и всей вебинарной комнаты. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем всё-таки лояльны и не будем мешать сегодняшнему выступлению. А фотографии выставляйте, пожалуйста, в наш альбом ВКонтакте. Спасибо, извините. Да, вижу, добавляются, добавляются, добавляются девчонки все, с которыми уже долго-долго переписываемся. Не первый раз вы уже на моих конференциях, ну, по крайней мере, в большинстве из вас. Ну, давайте для тех, кто к нам только присоединяется, чтобы понимали, что можно из Фома сделать. И, ну, для тех, кто давно уже всё видел и знает, у меня покажу несколько своих новинок, которые сделала пока за время отпуска. Татьяна уже заметила, да? Записывая видео, все на заднем плане стараются что-нибудь присмотреть. Ну, давайте вот в первую очередь как раз то, что будет у нас связано сегодня с нашим мастер-классом. Есть вот такой вот маленький огрызочек, сегодня можно будет его купить, этот мастер-класс по поводу того, как его можно сделать. Это подставка под зубочистки, которые всё время высыпаются. И, ну, вот когда будете смотреть мастер-класс, и пришла уже сегодня тоже на работе мысль, что вот такие вот баночки лучше использовать, которые для зубочисток уже готовы, вот их внутрь вставлять, у которых есть дырочка одна, для того, чтобы не высыпались они вот таким образом, чтобы можно было как раз в руки брать такую подставочку и вытряхать зубочисточку себе и как раз любоваться вот эта задняя часть яблочка. Мне очень нравится, она прям похожа на настоящую. Вот. Ну, всё это делается из Фомой довольно легко, и, кстати, для всех, кто будет оформлять заказ на конференции в ближайшие сутки, то есть до завтрашнего дня, ну, давайте так, до 12 ночи, этот огрызочек можно будет получить в подарок. Он стоит у нас как отдельный лот. Чуть позже Людмила вывесит все предложения на сегодня. Вот. Ну, для того, чтобы вас вдохновить на то, чтобы покупать мастер-классы на конференции, я всем, кто купит два других мастер-класса, какой-то из них, я вышлю этот огрызочек в подарок. Вот. Ну, по подробней фотографии все Людмила тоже будет в конце нашей встречи вам показывать. Давайте, ну, вот, раз уж коснулась тема пока еды, из Фома делают очень многие цветы, делают куколок, мы уже делаем более сложных куколок, вот, и решила я тоже еды коснуться. Вот у меня есть такой тортик, ягодки, шоколадки, все сделано у него как у настоящего, и это еще шкатулочка, в которой можно хранить украшения. Вот. Из Фома прекрасно делать вот такие вещи, потому что они долговечные, Фом не выцветает, Фом не пачкается, поэтому замечательно дарить такие в подарок, это гораздо лучше, чем делать что-то из бумаги, это уже не подделка, это уже настоящая работа, которую, ну, во-первых, не стыдно подарить, а во-вторых, можно спокойно продавать и быть уверенными, что люди долго могут этим действительно пользоваться. У меня дети во все это играют, балуются, и ничего этим сувенирам не бывает. Вот. На бесплатном мастер-классе мы когда-то еще в прошлом году делали вот эти ананасы, тоже они мне очень нравятся, но это вот тоже то, что касается еды. Сделала я их подсвечниками, вот таких вот два огромных, очень классно они смотрятся. Здесь использован глиттерный фом, поэтому он весь сияет, когда в полумраке. И вот, да, как вы уже успели заметить, новый, совершенно новый гриб. Это вот такой сказочный грибок, такая популярная тема в интернете, мне тоже захотелось свой сделать, потому что, ну, их делают уже и из пластики, из чего угодно такие грибы. А вот можно сделать его из фома. С фомом очень интересно поработать над фактурой, для того, чтобы сделать его действительно настоящим. И смотришь, ну, так можно его и пощупать, и полюбоваться на него. Много разных элементов сделано, но это еще и копилочка. Вот таким образом здесь открывается шляпка, туда забрасывается денежка, вот, ну, а потом, когда хочется уже денежки достать, вот так шляпка откручивается, и можно будет, его не взламывая, денежки из него доставать. Ну, еще, что касается еды, сделала я еще пельмени. Тоже популярная тема в интернете, торты такие делают на заказ. Я делала своей дочке, такой тоже как-то заказывала. Прикольно выглядят эти торты на столе, когда разрезаешь, а там он такой сладенький. Вот, долго-долго мучилась с этими пельмешками, разные выкройки попеределывала. Долго, еще до отпуска начала думать, потом уже в отпуске пришла мысль, как все-таки это сделать, не терпелась вернуться домой, чтобы попробовать действительно самый главный, самый лучший способ, чтобы что-то сделать. Он самый простой. Вот, ну, все гениальное, очень просто. Вот, муж мой долго не соглашался, что похожий, не похожий пельмень, поэтому я долго с ними мучилась. Вот, но после того, как я ему подсунула эти уже вот такие вот уже пельмени в морозилку, он их пытался сварить, я отобрала, я поняла, что все-таки теперь похожи. Вот, и это шкатулочка. Вот в ней у меня там еще уже рыбешки разные понапихали. Вот, ну, буду как-нибудь показывать уже его чуть позже, потому что я сначала делаю, потом уже мастер-классы записываю, так что все еще про такую вот шкатулочку вам еще расскажу. Немножко терпения. Ну, а сегодня на нашей конференции будет премьера вот такого произведения искусства. Это часики. Часы выглядят как деревянные, на самом деле, когда висят на стене, но они абсолютно, это легкие, это пустая коробка, это фом, здесь нет никакой пластики, все легкое. Птичка моя, малыш постоянно залазит, ее дергает, оторвал чуть-чуть птичку, надо ее подклеить. Вот, гнездышко, кукушечка, настоящая, с перышками, вот, ну и обыкновенный часовой механизм. Вот такие вот большие часики получаются в результате. Потом в конце еще можете все фотографии посмотреть в презентации. И я расскажу вам, как его сделать, в том мастер-классе, который вы сможете сегодня приобрести, и как сделать кукушечку. Только так, чтобы она стояла. Не хочет приклеить надо. Вот, и как сделать все остальные аксессуары, как фактурку, добиться того, чтобы она была похожа на настоящее дерево. И этого не только нужно добиваться с помощью цвета. Раскрашивать это все понятно. Нужно делать еще и рельефными, чтобы была основка, для того, чтобы ее потрогать можно было. И просто ее видно очень хорошо. И поэтому создается ощущение, что это настоящее дерево на самом деле. Вот, ну такие часики можно будет, например, на 1 сентября все-таки подарить учительнице, которой уже, наверное, надоели, однообразные подарки. Вот, можно повесить их в класс. Ну, понятно, что нужно какие-то аксессуары сюда добавить, наверное, какие-то уже пожелтешие листочки, там, буковки, все что угодно. Но дальше я оставляю уже полет фантазии для вас, потому что мне кажется, что их можно даже на Новый год такие сделать, потому что достаточно нанести куда-то снег, шапочку Деда Мороза надеть на кукушку, прекрасный новогодний подарок тоже получится. Вот, с помощью любых аксессуаров можно вот из всех, наверное, кукол, которых я показываю, всегда делаю, можно надеть одну за основу и делать потом совершенно разные виды и профессии. Вот, ну а про птичек, сейчас, секунду. Про птичек раскоснулись. У нас сегодня, ой, с вами будет еще мастер-класс. Вам доступен вот такая вот птица. В экран не входит. Это огромный лебедь. Тоже сделанный из фома. Вот он был несколько раз в аренде. Вот, как видите, крылья абсолютно чистые, белые. Вот это вот прекрасное свойство этого материала. Его можно легко использовать для декораций и предлагать в качестве своего бизнеса тоже наделать такие. И девочки мне уже писали, те, кто организовывает свадьбы, те, кто едет на свадьбу, как раз и голуби у меня еще есть. И вот лебеди, конечно, это вообще самое шикарное. С ними начинают все абсолютно фотографироваться, держат их в руках, прыгают вокруг них. Ну, все радуются, как дети. Когда они стоят в зале, это выглядит, конечно, просто потрясающе. Это очень необычный аксессуар, согласитесь. Конечно, на него, на каждой, только имейте в виду, когда будете покупать, уходит. У меня по 9 листов ушло фома, хотя мне казалось, что здесь должно быть гораздо меньше. Вот, но докупала, 3 раза ходила. Зато получается вот такая вот прелесть, и ей уже год, их у меня 2, вот, и чувствует себя, как только вчера рожденные. Ну, так, про все мастер-классы, которые можно будет сегодня купить с огромной скидкой, Людмила вам в конце расскажет. Мы не будем задерживаться. Да, все, не буду больше ничего показывать. Потом вам дадут контакты, и на страничке у меня уже все сможете еще, уже посмотреть. Мы переходим к самому мастер-классу, на котором мы будем делать гусеницу. Как раз я ее запланировала вот для этого огрызка, потому что мне кажется, что такая, ну, красивая, ну, интересная, но скучноватая пока. Нет общей какой-то композиции еще и идеи. Вот давайте теперь для этого огрызка сделаем гусеницу, и будет у нас уже законченный такой интересненький подарочек. Я переключаюсь на стол. Хватит болтать. Да, спасибо большое. Читаю все ваши отзывы по поводу работ. Спасибо, мне очень приятно. Очень приятно, когда то, что ты делаешь, оно нравится. И сегодня мы с вами будем делать гусеничку махаон. Не знаю, что у нас еще получится, поскольку я ее, разумеется, еще не делала. Вот. Ну, хочется ее сделать более-менее похожей на настоящую. Можете для себя, те, кто со мной собирается делать, найти гусеницу махаон в картинках, для того, чтобы она у вас тоже была на экране открыта, чтобы я себе ее открыла, чтобы вы тоже понимали, о чем идет речь, и что мы с вами в результате делаем. Вот. И мы должны с вами сделать вот такую вот абсолютно реалистичную гусеницу. Берем для этого фольгу, потому что можно, конечно, все треки гусеницы собирать из шариков. Но шариков уйдет много, обрезков будет много, мне жалко. Я люблю экономить материал. Поэтому я возьму фольгу. Не знаю, пока сколько мне понадобится. Из фольги можно же лепить практически как из пластилина. Я думаю, что вам это все доступно. Не будем очень много. Надо по размеру только вот. Пусть яблочко у меня рядышком стоит, чтобы с размером, чтобы гусеница не была такой огромной, что может проглотить все яблоко на удава, чтобы не была она похожа. Конечно, чем мельче всякие штучки, их делать гораздо сложнее, чем если сделать, например, такого размера, если мы сделаем гусеницу, он такой будет огромный червяк. Я сделаю поменьше. Если украшаете потом какие-то другие композиции, то, конечно, уже под свой размер сделаете какой угодно. Вам же основное, что я должна показать, это принцип того, как это можно сделать, что можно с фома творить, чтобы вы, когда увидите какую-нибудь картинку в интернете, не боялись сделать ее тоже из фома. Не только простые кукляшечки из фома можно делать. И они уже поднадоели. Простые куколки хочется уже переходить к чему-то более серьезному. Ну, и, как видите, сегодня все, что показала, все делается довольно быстро, ну, кроме лебедя. На лебедя я, конечно, неделю потратила. Но того стоило, потому что я его сдала в аренду, он у меня полгода скатался, я заключила контрактик и ничего не делала, а потом только сидела, деньги собирала. Вот. Так, а что я делаю? Я сижу, как привыкла, сама с тобой в тишине. Значит, ну, вот я слепила вот такую вот козявочку. Давайте скажу, сколько она у меня по длине. Если вам тоже это важно. У меня 7 сантиметров она получилась. Толщину она чуть больше сантиметра. Вот, Лена купила сегодня краски, будет делать с нами прекрасно. Юля, ну, потом отмотаете назад, да еще раз на красоту посмотрите. Так, теперь я беру, ну, вот нужно взять, что-нибудь не острое, но плоское, ну, типа нож с обратной стороны. И вот эти треки, которые на гусеничке есть, нужно их промять. Откройте себе картинку, потому что, ну, правда, легче делать по тому изображению, которое есть, стараться к нему приблизиться, и даже если не совсем что-то получится, то получится однозначно что-то оригинальное. Потому что мы не повторяем каких-то чужих работ, тем более сделанных из этого материала. Ну, и вообще гусеницу такую настоящую, я когда смотрела картинки, я не нашла, прям, чтобы кто-нибудь ее сделал, кроме как из пластики. И обычно делают смешные гусеницы. Ну, смешные гусеницы, это все прикольно, например, если вы делаете какие-нибудь фантазийные цветы, фантазийные композиции. А вот если делаете что-то реалистичное, вот такое же яблоко, которое похоже на настоящее, то ну как сюда посадить? Не, ну можно, конечно. Ну, гармоничнее будет смотреться композиция, в которой, если уж реалистичные цветы, то и настоящая гусеница там должна сидеть. Это обязательно. А смешных купляшечек понаделать можно всегда. Вариантов их масса можно смотреть в интернете. Разные образы и нарисованные, и я всегда, когда идеи ищу, я смотрю в другие виды рукоделия. Оттуда прекрасно можно что-то черпать, а потом сидеть и думать, как же что-то сделать из фома. Вот. Вот такая вот у меня получилась гусеничка снизу. Я ничего с ней не делала, я только сверху вот эти тройки наметила, потому что, ну, низ однозначно будет приклеен, но его все равно не будет видно. Я даже не смотрела на пузико гусеницы, наверняка она тоже какая-нибудь шершавенькая. Вот. Ну и, кстати, для того, чтобы, если вы хотите, чтобы не была так сильно прям шершавенькая поверхность, потому что фом сейчас обтянет, и у нас все вот эти вот зазубринки, мелкие фольги, он проявит. Вот. Ложечкой можно все это дело немножко подгладить. Но я не буду сильно прям разглаживать до фанатизма, потому что вообще природа любит все корявенькое. Нет там ничего такого гладкого, идеального, совершенного. Поэтому, в принципе, натуралистичные вещи такие делать и легко. Потому что можно где-то не доводить до самого гладкого состояния и время сэкономить. Ну, вообще, это же очень важно. Вот такие мелкие аксессуары, ну что, они просто добавят в работу какой-то, ну, какую-то дополнительную эмоциональность. Да, сами по себе они не служат вот основным, основной игрушкой или основным подарком, да, который мы бы могли вот так прям взять и подарить, если, ну, если по-серьезному идет подарки. Речь они о сувенире. Поэтому не надо слишком много на них тратить время, нужно всегда находить способ, как что-нибудь сделать гораздо проще. Сейчас я оторвала кусочек, я делаю голову. Если посмотрите на картинку этой гусеницы, то увидите, что голова у нее какая-то такая смешная, она отдельная, отдельное туловище, и как будто у нее потом сверху такой, как капюшончик наброшен. Вот сейчас мы капюшончик сделаем, а голову нам нужно сделать и отдельно. Ну, вот у меня будет такая, наверное, сантиметр на сантиметр головушка. Если будет плохо видно, если я вдруг из кадра выползаю, я это люблю, то обязательно мне пишите, я могу увлечься. Татьяна Шмелева, ВКонтакте, 911 человек. Оксана, вам организаторы потом сбросят ссылки. Сбрасываются ссылки всех мастеров. И там тоже сможете меня найти. Татьяна, я могу подсказать, вы можете написать в чат любое слово, и по вашему слову перейдут именно на вашу страничку. Ага, ну, давайте я чуть ближе к концу напишу. Чуть-чуть попозже. У меня сейчас клавиатура далековато. Так, ну вот смотрите, ну, почти как еще один трек, но она чуть меньше должна голова выглядеть, чем один трек. Вот. И задней части нужно срезать по прямой эту голову. Половину примерно я срезаю, для того, чтобы, ну, проще ее было присоединить к туловищу нашему, да, чтобы она не была круглой. итак, ну, ну, мне, конечно, интересно, с чего бы начать. Ну, поскольку времени на раздумья нет, это я одна бы посидела, поковырялась, подумала. Будем работать быстро, и как получится. Если будет что-то не получаться, значит, будем выкручиваться по ходу дела. Я вырезаю маленький кусочек для того, чтобы обтянуть сейчас голову. У головы есть такие интересные усики, и, в принципе, их можно тоже сразу сделать, чтобы потом вот это вот не мучиться, и маленькие их потом сюда не приклеивать. Ага. Смотрите, принцип, какой я сейчас придумала. Мы не будем нагревать фум для того, чтобы обтянуть, ну, тут маленький кусочек не нужно. Вот смотрите, я его положила посередине, согнула, и если я сделаю руками вот так, видно, то вот здесь как раз я потом могу отрезать усики вот таким образом. Смотрите, что я сделаю тогда. Я держу шарик, сейчас с одной стороны его клеим, намазываю прямо на сгибе. На сгибе я уже сюда чуть дальше прям шарик обмазываю и вокруг него клеим. И когда фум склеиваю, немножко поворачиваю вперед. Задаю ему вот. Видите, да? Формочка задалась. Это будет одно усико вперед. Я посмотрела, кстати, какие-то разные совсем мордашки бывают у этих гусениц. Что-то и по одному усику, и по три. Не поймешь, что там у них. Будет у нас по одному усику. Все равно, я думаю, что никто не знает тоже в подробностях, как должна она выглядеть на самом деле, поэтому у нас никто не обвинит в том, что она не похожа. Так, и вот еще что. Когда верх, это будет верхняя часть, я подтягиваю немного вниз. То есть у меня стык вот этот, вот этот, между двумя слоями должен получиться не посередине головы, а ближе к низу. Ну, для того, чтобы шов было не видно. Поэтому вот, смотрите, голова посильнее обтянута, а в нижней части вот практически прямо у меня здесь получилось. Это я все выдавила руками, тем более, что клей у нас горячий, разогревает фом и тоже позволяет его еще тянуть в дополнение к теплу рук. Так, ну вот поехали. Смотрите, сейчас я пока по большому кругу срежу. С задней стороны у нас голова будет приклеиваться, здесь нам ничего не нужно. Вот, а в передней части вырежем усики, а вдоль головы вот их срезаем. Если вы здесь хорошо намазали клеем прямо возле шарика сам фом, то они сейчас у вас должны хорошо склеиться. Если где-то не промазали, то разойдутся немного вот эти вот слои, тут потом придется подлазить для того, чтобы подклеить. Но тогда можно секундный клей использовать зубочисточкой в него и так, чтобы по чуть-чуть, потому что в таких мелких изделиях очень сложно снимать потом излишки силиконового клея этого горячего, потому что больших куколки, когда делаем какие-то большие предметы, ну, неважно, феном погрели и клей можно снять. А здесь он очень быстро разойдется и еще и начнет сжиматься, то есть у нас здесь обязательно образуется дырка, поэтому сильно на фен здесь надеяться нельзя. и клей лишний не снять, поэтому лучше зубочисточкой. Ну, вот такая вот у меня козявочка получилась. Вот ее морда. Вот так вот она будет смотреть вперед. Вот так вот. Вот так она будет, это неизбежный палец. На фоне все сливается? Понятно. Давайте вот так. еще раз. Вот они, козюльки, которые я вперед вытягивала, когда приклеивала, срезала по краям, получается, вот у меня, смотрите, в верхней части она выпуклая, а внизу она гладенькая. Но я думаю, что вряд ли, особенно если у вас будет сейчас плохое разрешение, вряд ли прям все-все подробности увидите, маленькая такая детальчика. Вот. Ну, я надеюсь, что все понятно. Если не понятно, еще раз расскажу. Если понятно, пошли дальше. Если что, вернемся. Так. Голову в сторону. Теперь подумаем, что сделать с туловищем. У нас там есть ножки. Ножки. Ножки нужно сделать обязательно, но для того, чтобы потом по отдельности не приклеивать. Давайте сделаем по тому же принципу. Смотрите. На нижнюю часть приклеим кусочек фома. Вот таким образом. Просто плашмя оттуда снизу. Верхнюю часть тоже накрываем кусочком фома. Ее хорошенько приклеиваем. Причем давим так, чтобы хорошенько обтянуть все эти треки. Клеим их, зафиксируем. Это сейчас все покажу. И по краям, точно так же, как мы сейчас с усиками поступили, что нам мешает, клеем промажем, хорошенько соберем, а потом лишнее вырежем. Единственное, у брюшных ног, если вы видите картинку, есть тоже такие интересные складочки. Сейчас с ними тоже что-нибудь придумаем. Так, думаю, что пузико можно спокойно приклеивать. Значит, упс, парень, не включила пистолет, да. У меня так на какой-то из конференции было очень забавно. Болтала-болтала, потом поняла, что я его не включила. Вот было весело. Пришлось всех развлекать какое-то время, прежде чем он заработал. Запасиком я вырезаю. Здесь много его не уходит, поэтому мне не очень жалко запасик вырезать. Лучше пусть будет чуточку лишнее. Кстати, еще совет такой, когда вот эти обрезки у вас появляются. Есть у меня идея на будущее. Пока, ну, стоит пока тоже огромная коробка, наверняка у вас тоже есть эти обрезки. Собирайте их только по цветам. Потом можно их очень-очень мелко порезать, это нам потом пригодится. Мелко-мелко порезать, но отдельно цвета. Ну, то есть, ну, зеленые там можно оттенки смешать, да, от коричневых, от черных отдельно. Вот. И можно будет делать потом интересные мозаики. Как-нибудь доберусь, нарежу свои и такой мастер-класс потом организуем. Придумаем, как сделать у нас безотходное производство. Итак, вот пузико приклеили. Так, ну, верхнюю часть сейчас будем обтягивать, пока не торопитесь склеивать между собой вот эти вот края. Я думаю, что примерно такой же кусочек у нас устроит, потому что такой может растягиваться. нагревать мы сейчас здесь ничего не будем. Раз мы не будем нагревать, значит, он не сожмется. Значит, такой же кусочек будет нам достаточно. Итак, вот, наверное, нужно было донышко потом приклеить. Вот оно мне сейчас будет мешать. Вот было так завернуть, чтобы оно не сильно мне мешало. Фон какой? Одномиллиметровый. Нет, это не зефирный, Татьяна, нет, обыкновенный. Вообще не добиралась до зефирного, может, я его в магазине ищупала, но как-то я не определила его на ощупь, что он какой-то другой. Я вообще просто думаю, что можно из любого фома делать, поэтому даже если у вас двухмиллиметровый, у вас то, что точно такая же гусеница получится. Двухмиллиметровый фон просто не позволяет какие-то делать, ну, что-то не позволяет толстый сделать, что-то не позволяет тонкий. Но всегда можно найти применение тому и другому. У меня есть и тот, и другой, и толстым очень прекрасно делать аксессуары разные. Вот этих козявок тоже, да какая разница, из какого его делать. Мы сейчас заставим вот эти вот треки все проявиться, потому что мы будем их намазывать клеем прям вот по этим вот ложбинкам, которые мы понаделали. До низу просто намазываем по всем ложбиночкам. Несколько промазала от серединки. И сейчас мы их поприжимаем. Ай! Ногти мои, ногти. Дырочку продела, но я не буду переделывать, я потом ее закрашу, просто эту дырочку и ее видно не будет. На этом месте будет пятнышко. Кстати, если вот черные, как раз-то у нас по ней проходят черные, пятна. И там, где черный цвет, там практически не видно всяких дырочек, так что можно черным фомом их скрывать. Вот. Ну, потом мы еще сможем продавить вот эти все. Ну, можно не сейчас, а можно потом. Взять нужно что-нибудь тоненькое да попродавливать. Прям продавливать фом. О, здесь проявляется. Посильнее. И почему иранский подойдет, Юлиана, без разницы. Иранский, турецкий, китайский. Все, что хотите. Это для цветов имеет большое значение, какое у вас, какого качества фом. Я пока не встречала тот, который бы прям, вот прям категорически не подходил. Ну, бывают какие-то, что похож на пластилин, наоборот, посильнее. Его чуть разогреешь, он такой пластилиновый какой-то становится. Какой-то прекрасно вообще тянется, какой-то чуть похуже тянется. Но все абсолютно тянутся, они все имеют какие-то вот такие очень похожие свойства. Не встречала так, что прям совсем. Да, Оля права, это иранский, вообще, самый раз считается он самым качественным, самым лучшим. Ну, и я никогда не спрашиваю в магазине, чей фон. Пощупала, пощупала. Толстый и тонкий это главное, что мне важно. С зефирным только вот говорят, что он не подлежит нагреванию, что вот для цветов очень хорошо. Ну, вот, не обращала на него внимания, не встречала. Своего пока творчества с головой хватает. Ну, вот с этой стороны уже, вот первые треки кривовато получилось, продавливает, а с другой стороны она уже красива. Вот, на пятой гусенице будет вообще все идеально. Это же у нас такая тренировочная красотка. Сам принцип поймем, а дальше будем шагать. Так, теперь, вот это у меня, с этой стороны у меня голова. Пластилина, это, наверное, есть зефирный. Ну, у меня, я думаю, что в моем случае там был не зефирный, это был толстый фум, вот, просто какой-то он был. Ну, у меня сейчас до сих пор кусочки валяются, какой-то странный он был, но не важно. Так, и что я хочу сделать? Значит, ну, во-первых, нижнюю часть вот эта вот мне будет не нужна. Я ее срежу. Я возьму зубочистку для того, чтобы голову, ну, можно зубочистку или, знаете, что еще можно было внутрь вставить? Можно было еще проволоку вставить. Если бы у нас была внутри вставлена проволока, мы бы могли эту гусеницу спокойно изгибать. Ну, а раз я сразу об этом не подумала, сделаю это сейчас. Так, проволоку нашла. Теперь бы мне найти шило. Сейчас мы все сделаем. Кстати, еще одна козявочка у меня болтается. Стрекозюшка. Тоже новенькая. Так. Еще очень хочется мне сделать тараканов. Есть интересная идея, куда их можно применить. Я наконец-то придумала, куда их применить. Скоро тоже сделаю тараканы. Это будет супер. Так, хочу шило. Где у меня шило? Упс, упс, упс. Вроде и детей-то дома нет. А, вот она, сама спрятала. Все исчезает. Так. Ах, шило не хватит по длине мне, чтобы проковырять дырочку полностью. Ну, ладно, насколько хватит, настолько и вставлю. Раздрявливаем. Главное, не промахнуться и не вылезти. Он чуть-чуть не вылезло. Чуть не вылезло. Я, конечно, бы выкрутилась потом, но лучше не дырявить лишний раз. Так. Может быть, даже шпажкой там дальше проткнется. Лучше было, конечно, сначала проволочку выложить на будущее, да, а потом ее уже обтягивать, обматывать фольгой. Вот. И будет тогда спокойно гнуться. Она и так, фольга, будет гнуться. Просто у вас так не будет опасности, что она сломается. А то вот я вот ее уже перегнула, она такая хрусь внутри. Зачем нам потом поломанная гусеница? Мало ли, ею играть можно будет. Так, теперь мне нужно кусачки. Мне нужны. А, вот они есть. Садовые ножницы, кстати, я купила, так классно помогают и проволоку кусать, и вообще какие-то часто стали мне попадаться какие-то жесткие элементы, которые нужно куснуть. И с ними прямо удобно. Так, оставляю маленький вот такой огрызочек для того, чтобы сюда сейчас нанизать голову. Перебор. Ладно. Сделаем потом в этом месте носик. В отпуске, Жанна, я отдыхала немножко. Мы уехали на море с детьми, и там я просто была вынуждена 10 дней валяться, ничего не делать. Прекрасно выспалась. Потом приехала домой, еще у меня было 10 дней. Я отправила детей на дачу и работать, работать и работать. Да, надеюсь, согласна с вами, абсолютно работа, творчество, это тоже такой отдых. И как раз, когда еще детей нет, я наслаждаюсь. Никто меня не гоняет, кроме мужа, который приходит с работы и заставляет ложиться спать потом. Гландит, что я свет включаю. Так, смотрите, что я делаю. Я делаю небольшой капюшончик на гусеничке. То есть вот кусок, который у меня здесь остался. Ну, я сантиметр примерно себе оставила. Я его заворачиваю и примерно наполовину голову я закрываю. Так, что у нее там с ножками? Откуда они начинаются? Ножки начинаются в грудном отделе где-то чуть дальше, наверное, на следующем треке. Значит, здесь мне будет ничего не нужно. Так, капюшон зафиксирую тогда на сгибе. Сейчас я вот так вот пройдусь, его проклею. Все, вот он. Сейчас пока только сгиб. Я еще к самой гусенице не приклеивала ничего. У меня клеивает пистолет Bosch. Единственный пистолет с носиком. Всегда его хвалю. Вот, мой красавец уже второй год, в принципе, вот как зачухается немножко, он мне уже кажется стареньким, что кажется поменять. Потом почищу такой, вроде опять ничего, такой красавец. Вот, ну, очень удобно, потому что он не течет, и вот этот носик я постоянно куда-нибудь подлажу этим носиком, поэтому очень удобно. Так, ну смотрите, что нужно, наверное, сделать. Зафиксируем сейчас капюшончик на середине головы, вот так вот я его даже прям вперед подтяну, потому что, потому что в задней части я буду к основанию головы, то есть, под наклоном немножко получается, я должна положить капюшончик, чтобы вот сюда его соединить уже с нижним кусочком фума. Понятно? А центр здесь лучше зафиксировать сразу же. На голове сейчас капнем, вот так вот подальше, вперед натянем, пусть будет такой. Капюшон-то, кашка, к фольге клей не приклеивается, ну, есть такая вот ерунда иногда, но здесь не обязательно по большому счету его прямо приклеивать к фольге, потому что, в принципе, мы будем его фиксировать сейчас вот как раз за счет того, что друг с другом будем эти слои склеивать. А фум с фумом склеиваются всегда прекрасно. Поэтому, даже если не склеиваются, ну, сам принцип вам нужно сделать, взять одну детальку, завернуть капюшончик, положить ее сверху, взять вторую детальку, положить ее снизу, и сейчас мы вот эти вот бока все будем заклеивать, и все у вас тогда склеится, правильно? Ну, останется потом какой-то вот такой миллиметр, когда будем обрезать, наверняка прям совсем в стык прям с ним, не сможете срезать. Ну и что? Будет маленький такой шовчик, у него тоже какие-то всякие наростики, можно, мне кажется, даже можно вот так вот полной немножко срезать, я вот на нее как смотрю. Да, да, кстати, да, вот, кстати, хороший вопрос. Будем тянуть только все к низу, не забывайте, что нам нужно шов сделать понизу, стык, вернее, вот этих двух фумов, они должны пройти прямо по низу. может расстояние большое, клей остывает, но вообще часто бывает, клей же не приклеивается, силикон к тому материалу, который его не впитывает, хоть он такой не впитуемый, тем не менее, к стеклу не приклеивается, от пластика отлетает, какое-то время приклеивается, а когда мороз ударит, все отлетает оттуда. От чего-то очень гладкого всегда силикон этот отлетает, всегда нужно находить способ, как его закрепить еще каким-то образом. Так, что я сейчас делаю? Значит, смотрите, принцип такой, у нас есть ножки в грудном отделе, их две пары, вот от головы у нас попадет одна и вторая, потом посередине, то есть будет небольшой прогальчик, я думаю, в пару треков, посередине у нас должно быть четыре пары ног, и потом уже хвост. Там ничего нет, там какая-то еще козюлька такая сзади будет. Над чем я сейчас думаю? Над тем, как сделать наплывы такие вот на этих вот брюшных ножках, тоже, типа вот такого же капюшончика, я просто думаю, как его сейчас попроще сделать. А сделаем мы, наверное, так, смотрите, вот я намечаю примерно, где у меня это, посередине туловища, примерно должны расположиться четыре пары ног, по пять миллиметров на каждую, то есть вот два сантиметра, пускай будет у нас вот такой прогальчик, это будут брюшные ножки. От начала и конца я сейчас хвост надрежу. Чик, чик, с другой стороны тоже, оба слоя, тык-тык. Так, с ногами сейчас потом разберемся. А вот эти вот места, которые передние, будем склеивать спокойно между собой, подтянуть, только не забудьте, капюшончик вот сюда, к нижнему краю. Я все так смело рассказываю, как будто эти гусеницы попеределала. На самом деле, по ходу дела придумываю, что с этим сделать. У меня вообще такой преподаватель. Я не отрабатываю, к сожалению, каких-то кукол. Ну нет, на это время еще же и работа есть, и вообще с детьми надо когда-нибудь побыть. У меня нет возможности вот сделать и заранее, перед мастер-классом попробовать, посидеть над какой-нибудь козявочкой. Потому что сейчас вот есть возможность на два часа все забыть, всех разогнать и заняться. Я их лучше использую на что-нибудь совсем новенькое, чего тоже еще никогда не делала. Потому что все равно что-нибудь обязательно получится. хоть в процессе работы в середине обязательно возникает ощущение, что все испорчено, ничего не получилось. А когда потом смотришь результат, оказывается, что все было правильно. Догоняйте, Светлана, догоняйте. Итак. А, ну слава богу, у меня оторвалось в том месте, где ножик не будет. Хотя бы это спасает. Как замазать, потом придумаем. Итак, впереди у нас ножки. Так, что у меня тут получилось? Ага. У меня вот смотрите, что у меня получилось. У меня не совсем получилось соединить верхнюю и нижнюю часть. Я, наверное, знаете, как сделаю. Ее бы надо подтянуть сюда. сейчас еще раз ее. Пусть она будет третьим слоем. Вот все. Самое главное ее прямо возле головы. Вот эти вот места, чтобы здесь был фон подклеен. Остальное мы срежем. Бог с ним. Так. 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 Ну, здесь я уже благополучно все склеила. Ладно. Сейчас я вот таким образом загну. Видно, что делаю? Я еще надеюсь, что как раз все ошибки, которые сейчас что-нибудь делаю, совершаю. Мало ли вам, сейчас это не пригодится? Потом когда-нибудь пригодится. И, конечно, очень важно, чтобы вы пробовали вместе со мной руками это делать. Пусть даже не доделаете, пусть только какие-то элементы поделаете. Потому что теоретическая часть, она забывается очень-очень быстро. Наша память все вытесняет. Только в руках остается память, и то ненадолго. Если потом это не повторить, такой свой подвиг, то все может забыться. Именно поэтому, вот особенно когда я начинала делать, я поняла, что первых кукол всегда нужно оставлять себе. Потому что потом заказывают точно такую же куклу. И начинаешь как будто с самого начала, как будто никогда ее не делал. Уже не помнишь никакого что размера было, не как это выглядела, эта деталь. Вот пока еще первого опыта еще совсем когда нет, когда фантазировать еще не очень-то можешь. Очень важно, чтобы первая кукла была всегда перед глазами. Здесь немножко клей остается, но и бокс, и мы потом его просто закрасим. У нас есть акриловые краски. Ну и пусть вот прямо здесь у меня и будут ножки. Так. Сейчас покажу, что я делаю. Ой, далеко, наверное, к другодушке расположила. Чуть-чуть далековато, резанула. Они прям близенько, буквально в паре миллиметров друг от друга, вот эти две первые ноги, но мы их потом загнем как-нибудь. А вот так вот их загнем, и они будут лежать как будто вместе. Ну вот, что я вырезала. Если непонятно на каком-то этапе, что я делаю, спрашивайте. Значит, лучше всего вырезать одну ногу, потом вторую, а потом уже промежуток между ними срезать. Так будет проще попасть. Срезали. Между передними и задними ногами. Так, сейчас у меня тут дырочку вот эту свою. Опс, ну-ка подцепляйся. Сейчас мы дырочку эту заклеим. Терпеть не могу, тоже переделывать. Вот прям можно было бы уже брать, если вот такая дырочка появилась, можно было бы прям брать и гусеницу заново переделать. Ничего подобного. Те, кто уже не первый раз со мной и видели принцессу Бейль, видели, как я и лицо реанимировала тоже. Когда дырки появились прямо в ноздрях, огромные на все лицо. Я думаю, что придется куклу переделывать. Ничего подобного. Всегда можно найти способ. Конечно, она теперь не идеальна. Ой, намазала, намазала. Не надо, не надо. Эти слои не надо соединять между собой. Вот она не идеальна, но тем не менее на ней я научилась исправлять ошибки, и она стоит, и никто не догадается, что там была какая-то у меня ошибка. Все замаскировано. В нашем творческом деле ошибки – это прекрасная возможность пофантазировать еще больше. Так, ну вот такая вот калявка. Ноги пока торчат в стороны, ничего страшного. Так, значит, теперь здесь. Ну, давайте сначала сейчас на задних ногах я разрежу. Сначала посмотрю, что тут получается. Нижние будут вот такими. Тынь, тынь, тынь. Четыре ноги. Так, между ними, в принципе, тоже какое-то небольшое расстояние, и они потом срезаются вот такими полукругами. Кстати, забыла. Можно же было вот это вот место тоже полукругами срезать. Сказала об этом и забыла. Вот эти вот срезы, которые я делаю прямыми. Здесь у бабочки, у гусеницы махаон тоже вот такие вот полукругленькие на ростике, как бахрома, как кружево, когда вырезаем. Их потом можно будет просто вниз загнуть. Так что, если еще не срезали, как я, вот так же гладенько, то попробуйте. Вот здесь вот еще два полукружочка спокойно бы поместилось, а потом феном их поддуем и книзу загнем. Вот. Так, ага. Ну, давайте, знаете, что попробуем? По принципу капюшона сделать. Да, лапки получатся тогда, конечно, в один слой, но ничего страшного. Так. Так. Значит, что нужно было здесь делать? Вот не нужно к фольге здесь было еще приклеивать. Вот как раз вот у кого не приклеивается верхний слой к фольге, то и не надо. Я его сейчас подоторву. Сейчас я срежу и покажу свою мысль. Значит, вот капюшончик, смотрите, сложу. И потом к низу, к ножкам, его тоже сюда приклею. А потом их... Вот этот кусочек капюшона, вот он должен, я думаю, что на 2-3 миллиметра вот этот складной капюшончик должен быть длиннее, чем туловище. Ну, больше. И мы его тоже потом будем срезать так же, как ножки, вот этими полукругами. Ну, давайте начну делать. Сейчас в процессе попробуем. Давайте-ка я попробую камеру поближе пододвинуть. Вроде никуда не убегаю сегодня. Так, так, так. Это надо... Так, это низ. Это верх. Так, поехали. Итак, верхнюю часть. У меня здесь буквально 5 миллиметриков получается. Торчит. Следите за временем. Нам примерно половину девятого как минимум уже точно нужно заняться раскраской гусеницы. Чтобы потом все успеть. Так, вот таким образом получается. Теперь сейчас я ее к ногам, наверное, приклею. Не, не буду приклеивать. Сначала, наверное, вырежу полукружочки. О, так. Сейчас, подождите. Я сейчас попробую на себе и скажу, что нужно сделать. Вместе или не вместе. Не надо сейчас надрезать, скорее всего. Скорее всего, надрезать не надо. Сначала капюшон нужно приклеить. Сейчас попробуем, как проще. Так. Не забываем перетягивать немножко к кузику. Так. Ножечки у нее здесь небольшие в 5 миллиметриков. Вот так. Так. Теперь каждая ножка, она немножко полукруглая. Вот сейчас я на этой стороне сама с собой поговорю, сделаю. На второй уже буду вам рассказывать, как опытный мастер. Срезаю вместе с капюшончиком. То, что капюшончик тоже сам должен получиться вот таким же... Ой, уехала, да? Капюшончик тоже должен получиться вот таким полукругленьким. Сейчас. Поэтому между ними как бы на уголочек я, получается, между ножками срезаю капюшончик. Если я вдруг не вижу какого-то вашего комментария, вопрос, то вы его, пожалуйста, снова потом в чате повторите, потому что они убегают вперед. А я их не могу потом прокручивать. То есть вниз убегают. Так, верхние подрезать нужно отдельно полукругом. Потом уже, наверное, капюшончик приклеивать. Сейчас, секундочку, я их доделаю и покажу вам. Все расскажу. Вот что получилось. Итак. Поехали. Значит, разрезаем... Еще пока не разрезаем. Верхнюю часть отрезаем на 5 миллиметриков от края. Ее сейчас загибать будем. Дорезаю прям до туловища, чтобы удобнее было загнуть краешек. В два раза сгибаю верхнюю часть. Она у нас получается буквально по 3 миллиметрика тогда. Должна получиться вот такая штучечка. Пробуем. Вот так. Теперь все вместе разрежем на 4 части наши 2 сантиметра кайти. вместе с капюшоном надрезаем. Как бы мне с камерой определиться, где она у меня. Теперь у капюшончика вот эти вот штучечки маленькие срезаю немножко по кругу. Да что ж такое. Делаю овальненькими. скругленными. Сначала их на уголок срезаю, а потом еще по чуть-чуть уголочек, уголочек, немножко его обтесываю. так, и сами ножки, они буквально тоже еще на 5 миллиметриков. Тоже каждую из них округляем. сначала на уголочек. Сейчас я их срежу, потом низ обтачу. вот на этом этапе она кажется какой-то странной букашкой. Вот мне начало казаться, что ничего не получится. Но это ощущение пройдет, когда мы начнем ее раскрашивать. Итак, теперь капюшончик я приклеиваю к ножицам. Вот так эти частички смажу и перетягиваю только их на низ. клеем чуть измазала. У меня еще есть шанс феном буду еще все равно обдувать, чтобы лапки повернуть назад ближе к кузику и возможно еще смогу убрать этот клей. Ну, либо закрашиваю. Так. В задней части чего-то там у нее тоже какой-то нарост у нее там вроде как есть. Не будем мы его делать. Никто не знает, что там там есть. Смазываем. оба слоя. Оба слоя. Здесь нам сейчас важно хорошенько пройти, чтобы все-все склеилось. Забыла подтянуть назад. Еще есть такая возможность. Пока клей не остыл. вот так. Вот так. С этой стороны он должен быть гладенький, тогда он с другой будет выпукл. Подтягиваем. Так, ну, здесь давайте как раз и попробую сделать вот этими вот они очень небольшие вот эти вот кружочки, полукружочки возле каждого трека вот как раз такие полу-ножечки будут. тык-тык. В районе хвоста там вообще непонятно чего, какая-то куча. Ну, пускай тоже будут пока волнистые. нацарапаю себе волнистый узорчик. Вряд ли чего-то тут видно. Упс. Сейчас вырежу, будет видно. Не стесняйтесь задавать вопросы, если непонятно. У меня еще есть возможность вернуться или объяснить что-нибудь, что не совсем было видно, не совсем понятно. Потому что потом в конце будет задавать вопросы уже поздно. Упс. 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 О! на какого-то тоже жука похоже. По-моему, у какого-то... Да, прекрасная крокозяброчка у нас, правильно. Сейчас я, кстати, муковку я напишу. Вот это я. для тех, для тех, для тех, кто не ишкал. Так. Вот она. Прекрасная крокозябочка. Она таракана похожа. У таракана будет такой же принцип наверняка, только еще будут крылышки сверху. Так, чего нам еще не хватает? Давайте на нее взглянем. это сделали, ножки сделали, а, собственно, мы практически все и сделали. Так, давайте возьмем фен и попробуем ножки назад перетянуть. подводной. Поддавать, наверное, лучше снизу. фом же загибается как раз к тому месту, с которого ты греешь. Сзади греешь, значит, назад будут загибаться. Как раз сейчас еще и шовчик подразогревается немножко клей и позволяет нам подтянуть фом верхнюю часть подтягивает посильнее, нижнюю немножко сжимает. Вот так вот. С этой стороны получилось. вообще. Так, с задними, вроде разобралась. передние теперь ну передними, поскольку тем более это расстояние такое большое сделала, я их вот сюда буду вперед подтягивать, когда нагрею слои начинают расходиться между собой клей немножко начинает вылазить, ничего страшного мы сейчас пока клей горячий он как раз, мы нажимаем, он снова склеится а лишний клей, который вылез мы его просто срезаем фунт после нагревания еще становится жестче это нам играет на руку лапки у нас будут достаточно жесткими они не будут мягенькими, безвольными я, честно говоря, не ожидала, что ее будет так просто сделать так быстро прекрасно у меня что-то в чате никого нет меня хоть слышно то я, может, тоже сама с собой беседую вот я срезаю все лишнее, что у нас тут побывазило и с кем я тут милая, конечно, рада, что ты тут но я занята так, вот эта вот лапка у меня только получается такая толстенькая наверное, ее надо подобрать хотя бы назад ее увезти все, все, кто-то в работе, кто-то в легком шоке прекрасно вот когда комментарии все-таки появляются мне тут понятно, что происходит да, пистолет еще раз Юля, пистолет у нас с носиком это пистолет Бош у Боша только одна модель клея пистолета с носиком лапы приклеила совсем переборщила с тем, чтобы на пузо их перегнуть так что пистолет, клей пистолет Бош наберете в интернете и не ошибетесь года два назад они стоили тысячи полторы потом стоили две сейчас я не знаю, сколько они стоят после повышения всех цен но он стоит того, потому что до этого мне ну на месяц хватало, наверное, пистолета потому что это 10-12 часов он включенный каждый день практически особенно по выходным точно 10-12 часов и пашет, и пашет, и пашет молодец полностью меня устраивает ну вот так, давайте теперь сразу и позу задумаем ну вот наш огрызок так, стоять он будет вот так у нас на столе правильно? ну, варианта два либо она ползает вокруг яблока, либо, ну, наверное, на яблоко она все-таки, да? это те гусеницы, не те, которые шагающие у шагающих гусениц, как я прочитала, вот которые шагающие вот так передвигаются маленькие такие, зелененькие у тех вот этих брюшных лапок нет бабочка махаон движется так, что у нее мышцы сокращаются вот поэтому вот этого перегиба большого, если где-то будете украшать, вот на этой бабочке не делайте будет неграмотно, вот эти ноги от земли у нее не отрываются ну, от листочка, по которому она ползет так, ну, вот прекрасно, начала перегибать здесь у меня образовался прорыв а что это такое? а, это у меня до этого места проволока как раз только дотянулась поэтому начала перегибать, и вот он прорвалось ну, я сейчас с этим справлюсь, разумеется именно поэтому лучше сначала оставлять проволочку а не потом так, ну, и голову надо подзагнуть ой, прекрасно ага, тут я уже все-таки прорвала так, прежде чем загибать, по всей видимости, нужно немножко феном эти места подогреть наверное для того, чтобы при вот таком фанатичном обращении ну, это мы сейчас все скроем, то есть эти вот следочки, которые останутся ничего страшного это мы сейчас все исправим покажу, как с этим бороться так, ну вот так вот вот, пусть эта козявка, например, вот таким образом лежит так, не буду сейчас пока приклеивать значит, ну, во-первых, что я сделаю с этими разрывами я их краешки клеем обработаю и приклею чтобы больше не расходилось стянуть я их сейчас уже у меня не получится здесь все уже образовалась дырочка, я здесь уже фон не натяну фен для скраббукинга для эмбосинга и для скраббукинга фен у некоторых девочек фен есть домашний, профессиональный просто он позволяет разогреть фон обычным феном не получается разогревать фон первое время мы думали, что это попался такой нехороший фон оказалось, что это фен не очень хороший вот у меня скрабберрис фирма есть подешевле ну, это когда-то я вообще в оптовой компании бы за 500 рублей купила там же, где фон покупала свой первый так что мне повезло так их за тысячу продавали сейчас они, по-моему, в районе двух но есть какая-то другая фирма она попроще ну, в смысле, марки и стоят они и сейчас полторы тысячи так что вполне так, что можно сделать вот с этими рытвинками просто, чтобы их не было прям так очевидно видно их можно клеем замазать вот и пусть сохнет выровню сейчас зашпаклюю все эти дырки мне все равно на этом месте наносить акриловую краску причем черную поэтому я весь этот клей сейчас все равно закрашу так все, козявка подсыхает готовим пока краски сейчас приберем сейчас Галина пишет, что 2200 стоит такой клей клей-пистолет ну, в принципе конечно, когда у вас удобные инструменты те, с которыми удобно работать тогда и работа спорится лучше когда вы отвлекаетесь на всякую ерунду когда он течет или вот этот носик когда неудобный работы хуже получаются менее аккуратными поэтому инструменты конечно должны быть вот инструментов-то у нас всего получается клей-пистолет фен плойка или утюг плойка это, кстати, для тех, кто не в курсе я фон разогреваю вот таким вот утюжком тоже такой зачуханный рабочий прекрасно работает очень удобно мне работать вот так что три основных инструмента и сейчас еще выжигатель у меня добавился в любимые инструменты и все никаких печек ничего такого супер дорогостоящего а это инструменты которые вам долго будут служить и потом принесут вам гораздо больше прибыли если вы будете работать с хорошими инструментами быстрее научитесь ну, мне так кажется так берем кисточку значит ну, судя по картинке мне понадобится черный, оранжевый, белый кстати, мне понадобится белый значит, белое у нее пузико и сам край я думаю я думаю, что поскольку здесь переходы вот такие плавные у этого белого и вот лучше сделать тогда пастелькой сухой пастелькой потому что акрил все равно получается мало того, что мне не очень нравится вот тонировать лучше не акрилом тонировать лучше пастелью а вот когда нам нужно какие-то четкие объекты нарисовать тогда, конечно, это акрил должен быть просто акрил перекрывает когда полностью начинаешь покрывать фигурку он закрывает всю фактуру фома нету под рукой даже такого чтобы показать то уже и перестает фом блестеть во-первых во-вторых его не видно фактуру вообще можно было тогда брать любой фом любого цвета и закрашивать его акриловыми красками и ничем это не отличается от какого-то другого совершенно материала а фом мне очень нравится своим вот этим приятным блеском своей шероховатостью вот так акрил все это дело перекроет не нравится мне в последнее время вот тонировать предпочитаю пастелькой так ну поскольку пастель у меня сухая то лучше ее наносить на влажное на влажный фом ну я поступаю абсолютно варварскими способами то есть я не из меня такой педагог в общем как делаю так и показываю те кто делает цветочки я знаю что делают очень аккуратненько и салфеточками влажными и промазывают сначала например я делаю тем что у меня есть под рукой тем более что этому научили меня дети никогда не знаю что у тебя под рукой окажется чего не окажется поэтому не ватные палочки у меня а пальцы не салфетки а просто сам мелок который я мочу и мажу зачем печка нет я к тому же что я говорю Людмила что ни печка не нужна ни какие-то я просто когда смотрела я выбирала когда из чего делать кукол потому что мне так хотелось декрет сидела мне было скучно так хотелось девчонкам с вами делать какие-то каких-то куколок вот именно что закажут то и сделать и я начала ковыряться в интернете выбирать из какого материала делать и вот мне не понравилась как раз пластика за счет того что часто она запекаемая нужно с ней разбираться ковыряться есть и несложный вот эти холодный фарфор это нужно замешивать это нужно пачкаться мне не понравилось делать из ткани потому что это надо шить я уже нашилась в свое время очень много как всегда каждому свое вот с пластикой попробовала у меня там еще с духовкой проблемы там на ней температуру не выставить какие-то свои вот эти вот мелкие заморочки тем более это надо куда-то ходить по кухне туда-сюда пачкаться вот поэтому когда я нашла фон очень обрадовалась что ничего не нужно делать можно сидя на одном месте просто делать все что хочешь вот мне очень нравится вот именно я к чему и стремлюсь чтобы куклы из фома походили на фарфоровые потому что мне очень нравится эти куклы есть такие прям произведения искусства такие классные вот а к фому больше конечно пока еще воспринимают его как такой просто поделковый материал вот поделать как какие-нибудь дешевые штучки ну я уверена что это не так и буквально еще два-три года и мы еще посмотрим что можно будет делать из фума мы еще всех удивим так ну вот затонировала я вот так вот совсем слегка получается так тут кстати еще можно желтенькой пастельки добавлять можно еще играться с цветом ну просто пастель позволяет оставляет фактурку сюда можно ее спокойно вот сделать плавненькие переходы просто понапачкать прекрасно если где-то не совсем проявились треки можно их еще поднять мы сейчас конечно акрилом тоже их повыделяем но лучше когда еще зрительно они будут эти треки нарисованы и можно было бы и гладкую просто сделать гусеницу да и разделить вот этими полосками тоже будут видны вот эти ложбинки но хочется чтобы еще и когда ее в руки берешь тактильное ощущение от того что она действительно фактурная а не просто так вот тут вот козявка так ну поехали разукрашивать черным цветом значит ну насколько я вижу на лапках посередине черные пятнышки причем они не идеально ровные присмотритесь к ним у них немного корявенькие края это как раз то что нам подходит они не как по циркулю сделаны то что тут как раз на ней можно оттачивать свое мастерство по рисованию круглых точек которые не будут получаться ровными но зато можно хорошо попрактиковаться так ну вот потом на ножках вот очень хочется у нее ножки все-таки прям беленькие акрилом потом нарисуем вот эти вот кружавчики у нее красивые прекрасно сделаем акриловая краска главное не должна быть кисточка слишком влажной иначе вот эти пятна капельки потом скатываются получается не ярко так на передних ножках у нее ай нет не надо пока черных все-таки вот смотрю у нее и ножки передние тоже белые все-таки прям ярче белые чем пастель поэтому вот пузико лучше затонировать а ножки все-таки лучше раскрасить сейчас сделаем ну вот на этой вот я уже просто по краешку пройду на капюшончике вот эти края тоже беленькие да на работу тоже хожу и и муж и дети и мне с детьми все слава богу попроще со мной живет мама которая ими занимается поэтому я прихожу с работы с ними пару часов провожу потом они уходят спать а я сажусь за рукодель а с детьми встречаемся по выходным тогда уже мы идем полноценно где-то мы с ними тусуемся все вместе то что ну так-то конечно же работающие женщины еще когда еще и дети каждого еще в кружки куда-то водить очень прекрасно что мне еще мама помогает потому что иначе у них бы не было ни тех бассейнов которые они ходят ни еще какие-то кружки потому что это тогда нужно не работать это нужно сидеть конечно с ними я бы хотя это делала уже с удовольствием после третьего ребенка я поняла что не хочу уже ни на какую работу я хочу сидеть с детишками дома я в какой-то веке не хотела выходить из декрета так уж прям с ними весело что я пожалуй вот сидела бы рукоделием бы дома занималась и ими параллельно прекрасно но работа у меня к счастью или к сожалению тоже очень любимая не ожидала в свое время что такое счастье меня постигнет я в 30 лет еще не знала вообще кем я буду заканчивала заканчивала свои институты образование модельера есть и специалист по рекламе есть а что буду делать в результате не знаю хотя работала 14 лет но я преподавала хореографию снова заниматься хореографией не хотелось ну а поскольку еще художественную школу заканчивала я все-таки модельера одежды тоже предполагала что такая какая-то творческая работа должна быть потихоньку начала осваивать компьютер потом переквалифицировалась дизайнера и теперь я главный человек который придумывает все что будет моя фабрика продавать и мне это нравится обсуждаю и вопросы с технологами какие начинки куда будем делать чего добавить в конфеты чего убрать как их назвать ну а потом уже и фантики и упаковку тоже все остальные только производят и продают вот так что сама реализация прекрасная есть над чем повеселиться на работе поэтому конечно бросать ее совершенно не хочется тоже ну пока удается совмещать прекрасно может когда-нибудь все изменится так ну вот прошла я по гусенице пока болтала по самому краю причем как видите я мазки такие делала тоже они вроде как и яркие но они все не идеальные они все равно растушеваны как рука когда дрожит вот этот неровненький краешек ну только растушевочка такая чтобы была мягкие должны быть переходы из акрила переходит в пастельку ну и прекрасный такой тон получается так вот единственное что желтенького все-таки хочется добавить то есть если еще пройти с пастелькой желтой сейчас не буду уже это делать потому что время она все равно уже поджимает так на передних лапах значит на кончиках вот у нее черненькие пятнышки на усиках наверное тоже у нее пятнышки так вот с этой дырочкой которая впереди я тоже обещала разобраться ну смотрите как я с ней разберусь я сделаю тут такой ай не затыкнула ну и ладно носик капельку клея немножко ее вытяну вперед вот она застывает вверх вперед вверх вот или вниз сейчас она застынет и стыла и носик срежу можно ее подформовать сейчас кисточку деть некуда я ее попросила пока клей горячий можно влажной зубочисткой подформовать этот кусочек я хочу сделать что-то типа носика вот такую какую-то маленькую присоску впереди на этом месте ну я ее языком собственно обычно смачиваю вот и когда она влажная ее можно с клеем работать как с пластилином подформовать чуть-чуть вот ну если большевата где-то можно силикончик подрезать ножничками да, Мария я согласна что прям вот здорово когда работа любимая хобби любимая мне всегда как-то мне вот с детства очень хотелось чтобы у меня была любимая работа и за нее бы еще и деньги платили то есть ходишь с удовольствием а тебе еще и деньги за это дают прекрасно я никогда не думала что так и получится но я никогда не думала что у детей это будет трое что мне тоже такое счастье достанется тоже в процессе так получилось прекрасно так ну сейчас на мордочку я еще посмотрю сейчас в интернете ее прям мордашечку поближе к себе открою надо лапки с другой стороны тоже раскрасить очень волнуюсь за детей чтобы у них бы тоже была любимая работа ну это конечно так не предугадать абсолютно ни институтом никаким образованием никаким опытом работы ничем как жизнь повернется так и будет так ну что вот такие вот у нас тут у нее есть вот такие точечки смотрите вот прям над ножками вот здесь вот вот здесь задней задней части каждого полукруга который находится над брюшной ножкой задней части у нее по-моему это дыхальцы называются вот эти штучки не знаю почему они так называются дышит ли она через них или нет на схеме смотрела что это дыхальца а может это глаза не знаю чем гусеницы смотрят так ну теперь сделаем самое основное что нам нужно на туловище с какого бы края так бы она еще подсохла полежала бы у меня да сейчас думаю с какого бы края схватить чтобы потом удобно было нам нужно теперь треки все эти нарисовать так мы начнем ближе к голове значит у нее идет полоска между треками полосочка тоненькая и вроде как да ну а тоненькая просто на нет сводится она ближе к пузику каждый трек там где у нас получилось сделать ложбиночку вот после него ну там где не получилось тоже сухой кисточкой получается шероховатые линии поэтому нужно этот баланс найти какой влажности она должна быть не сильно влажной чтобы не капало ну и чтобы полосочки ну это сейчас нам не очень важно потому что здесь могут быть они и корявенькие эти полосочки здесь как раз на ней можно тренироваться а вот на лицах кукол как раз когда рисуешь глаза очень важно чтобы линия была гладкая поэтому первое время сейчас уже перестала но я использовала черный маркер для сиди дисков для того чтобы нарисовать как раз контур глаз ресницы потом его уже поверху немного покрывала черной краской внутри линий чтобы они поярче эти линии были но чтобы края оставались гладкими сейчас уже с лицами как-то попроще становится уже так не дребезж так увлеклась нужно здесь место под палец оставить чтобы держать поудобней потому что нужно еще сначала раскрасить теперь каждый трек у него посередине полоска причем такая неровная полоска я бы так сказала длинный полукруг посередине вытянутый овал длинный вытянутый овал и потом какие-то еще кусочки типа маленьких овальчиков по краям можете посмотреть на фотографию в интернете может быть вы какие-то другие на ней полоски отметите я не претендую на знание всей природы так вот как раз это вот место где я клеем намазывала чтобы дырочку закрыть вот она все замаскируется теперь ее никто никогда не увидит полезно для женщины рукоделить выравнивает гормональный фон фон да ну да нельзя же все время заниматься тяжелым трудом мужским так часто приходится я кстати обожаю делать мебель ну такой не категорически прям хорошую профессиональную ну конечно могла бы такие тумбочки под телевизор смоделировать и делать как-то делала на выставку на выставку заставила мальчишек на работе спроектировала им тоже шкафы сами делали ну и я там много чего понаделала и девчонкам своим дело два уже два огромных дома настоящие из досок кукольные очень интересная работа хоть и очень такая мужская потому что тяжелые все равно все эти инструменты эти лучший подарок на 8 марта был это электропила дисковая прекрасно берешь за ручку и поехал пловзиком научилась работать тоже прекрасно фигурные всякие штучки вырезать тоже очень нравится но сейчас пока на фон на фон переключилась поэтому подзабросила а муж у меня не очень любит этим всем заниматься а я не очень люблю уговаривать но если я что-нибудь придумала мне очень хочется это сделать для него был как он говорил любимый звук он лежит на диване а на кухне слышно работает пила или лобзик а его никто не трогает это было прекрасное у него времяпровождение но я как-то и не настаиваю ему не нравится ему это не нужно почему он должен разделять мое желание сделать какие-нибудь мебельные штучки штучки так я ищу мордочку он кстати а другую гусеницу открыла у нее нет таких белых лапок она у нее просто зелененькая как вариант так вижу мордочку так треугольничком кстати вот на ту мордочку которую я нашла как раз носик практически я с ним угадала есть черный носик и у нее вот таким образом вот две полосочки Людмила Черкашина я напоминаю безумного профессора из назад будущего будущее а я не помню профессора там а такой на этого похож господи как его с языком-то Эйнштейн да Эйнштейн такой похожий лохматый но я не помню ничего с ним связано так смутно помню этот фильм что даже не знаю чем я на него похожа ну вам поверю так здесь у меня две вот такие точки на моей картинке вы смотрите если у вас есть своя можете нарисовать другую у меня вот такая скорее всего это не глаза но но выглядят они как глаза но мне бы не хотелось чтобы на этом месте там где глаза утрировалось прям ну вот взгляд воспринимал их тоже прям как глазки поэтому пусть то лучше будут пятнышки так ну что осталось не прыгай осталось поставить оранжевые точки не будет да на Эйнштейна точно на Эйнштейна похож правильно вспомнила сама тоже это слово точно информации в голове столько что постоянно многие слова за ненадобностью вылетают из головы особенно у моих детей то одного начнется потом у следующего период словотворчества когда мы коверкаем разные слова придумываем им новые значения смешной период я только от одного отойду следующий начинает я уже разучилась нормальными словами по-моему разговаривать всякие улыбатые солнышки дрелить и все такое что вижу а то мы поем а влажная сильная кисточка у меня да так наплела несколько коробов для рукоделия ну вот ну вообще когда чего-то хочется вот мы начали делать светильники из фома куколки светильники многие из вас уже пробовали мне кажется тоже очень нравится процесс когда начинаете писать очень ну наверное да нет ну вот это одна из девчонок кто обратилась к мужу наверное остальные все стараются разобраться сами с паянием ну это на самом деле несложный процесс тоже вот его освоила когда девчонкам домики делала мне захотелось их сделать тоже с подсветками поэтому со светодиодными лентами разобралась с этими трансформаторами разобралась конечно очень смеяли смеются думаю сюда мужики продавцы когда я прихожу и начинаю объяснять что мне нужна вот такая штучка которая делает вот то-то то-то им всем смешно я же не профессионально разговариваю и удивительно вот и девчонки тоже разбираются с электричеством и паять учатся страшно пишут зато потом столько восторгов что мы с этим справились и муж здесь ни при чем не надо его каждый раз звать чтобы он сделает не сделает захочет не захочет я тоже как-то больше за это то есть мне же хочется значит я должна разобраться что я буду напрягать кого-то у него свои увлечения он же меня к ним не привлекает к машине к своей например и я туда не лезу так ну по точкам здесь сложный вопрос вот я ставлю по две вот как раз в разрыве этих на другой у меня тут по четыре по пять вот так по кольцу идут мне кажется что разные просто бывают гусеницы так же как мы люди они наверняка отличаются все своими пятнами поэтому какая вам досталась на картинке такое раскрашивайте да продавцы шоки девчонки тоже соглашаются когда мы приходим на строительные рынки начинаем спрашивать чего-нибудь но эти мужики продавцы они даже если мы умными словами начинаем разговаривать они все равно у нас смотрят как на идиоток им по-моему не верится что из наших уст могут вылетать еще и умные слова так ну собственно по-моему по пятнам все ну можно вот здесь еще боковые какие-нибудь поставить точечки пусть будет ну как раз за три минуты до того времени как нам нужно освободить эфир мы с вами закончили гусеницу с чем я вас и поздравляю я думаю что вы убедили что это абсолютно легко здесь еще кстати на хвосте надо до пятнышка по-моему поставить черненьких ну ладно и украшать такими крокозябриками можно теперь своей композиции так ну главное ее еще обязательно нужно покрыть акриловым глянцевым лаком я сейчас это делать не буду потому что ей нужно еще высохнуть вот у меня большой большая банка у меня вот такой вот самый простецкий лак для обнаруженных и внутренних работ глянцевый и матовый прекрасно его воспринимает фло вот если вы хотите чтобы совсем блестело приблестело то тогда поверх еще пройдетесь бесцветным лаком тоже замечательно самый дешевый нахожу где-нибудь магазинчики тоже вот для таких вот элементов которые хочется поярче и использую и так вот таким образом гусеница обнимет яблочко кстати опускают она она будет как ручка на моей подставке для зубочисток в общем потом приклею и фотографию потом покажу все переключайся пока на себя так совсем не смешная живая получилась я не хотела чтобы она у нас была смешной потому что я ее планирую чтобы она была для реалистичных работ если у вас реалистичная композиция а делаете многие из вас делают очень красивые цветы просто обалденные вот то тогда уж точно гусеница не должна быть со смешными глазами мультяшная какая-то а вот если у вас например такие вот грибы вот на них будет смотреться прекрасно реалистичный мухомор это подставка для ручек сюда ручки вставляются и надеть вот сюда эту гусени смотрите как будет классно такая композиция ну такой грибочек тоже ну вот одна козявочка тут есть вторую например ну не важно в общем смысл я думаю понятен куда применить это милое существо я думаю тоже вы найдете да что ж такое живая карандашница быть как вариант ну яблоко если вы про яблоко то может я сначала вообще планировала что это будет подставка для ручки потому что я планировала думаю это будет для учительницы подарок и сделать как раз эту вот дырочку для подставочки под ручку но единственное когда сделала яблоко я поняла что мне хочется чтобы оно было тогда ну в полунаклонном положении потому что если сделать подставкой для ручки это нужно все равно сделать какую-то основку потому что ну иначе легкая не должна быть подставочка это будет неудобно она будет летать по всему столу вот ну и то есть должна быть какая-то композиция как раз например яблоко с гусеницей то что я изначально задумывала да стоит на подставке здесь еще какая-то листва, какое-то украшение. И здесь тогда подставка для ручки. Но это тоже, когда посмотрите в мастер-классе, как это делается, тут, конечно, все принципы простые, какие-то нюансики для себя подхватите, вот как идея. Но когда я поняла, что она должна лежать немножко на боку, то ручка будет торчать в бок. Мне это не понравилось, я решила тогда сделать зубочистки, чтобы подставку можно было брать в руки и поднимать ее периодически. Единственное, что я уже сказала, не додумала, что нужно брать тогда вот эти вот готовые узкие зубочистки с дырочкой, которая сверху, и прямо их утапливать в самом огрызке. И тогда человек будет поднимать со стола, вытряхивать зубочистку, и как раз будет прекрасно видно всю вот эту вот красоту этого яблочка. Да, ну, шурупчиков на дно, это да, но все равно вот эта вот подставка, такая вот маленькая подставка, она будет на столе, ну, как-то сказать, мне кажется, что нужно все равно это, то есть это должно быть что-то более, как канцелярский набор какой-то, да, который стоит на столе, должно быть что-то такое более увесистое для того, чтобы это не столкнули, не запихнули куда-нибудь на край стола. Вот, поэтому с композицией для ручек тут нужно думать все-таки. То, что, ну, вот такая вот она уже все весомая, она стоит на столе, она уже никуда не тянется. Яблочко слишком мало для этого, нужно еще что-то к нему придумать. Так, тра-та-та, тра-та-та, значит, с гусеницей. Еще раз повторюсь, что этот мастер-класс можно будет получить в подарок каждому, кто сделает заказ до завтрашнего вечера, то есть завтрашний день у вас еще есть, для тех специально, кто еще смотрит записи, вот, и получит вот этот мастер-класс себе в подарок. А купить сегодня еще можно будет часики, настоящие большие часики с кукушкой. Увидите, как их можно сделать, как сделать фактурку, похожую на дерево, яблочки, ну, такие все аксессуарчики. Вот, расскажу о каких-то нюансах того, к чему я пришла, когда это делала, потому что, естественно, совершала ошибки, и, разумеется, это все что-то переделывало, выкручивалось, и покажу вам, как с этим всем справляться, потому что тоже можете столкнуться с такими проблемами. Вот, ну, и, конечно, вот эта вот птичка. Ну, реалистичные перышки, все мы с вами раскрасим. Покажу, как сделать и саму фактурку туловища, потому что туловище у меня без перьев, вот, но, тем не менее, выглядит абсолютно, ну, мне кажется, как настоящее. Вот, лапочки сделаем, ну, и все остальные украшения. Вот такая вот у нее черепичка настоящая. Вот, все нюансы я вам покажу и расскажу. И вот этого вот красавца-птичка номер два. Еще раз поближе. Ой, Господи, все снесу этим лебедем. Вот, вот такой вот он большой, красивый, очень теплый. Обожаю его гладить с настоящими крыльями. Ну, по лебедю, значит, обратите только внимание, что и там написано выкройки, схемы и презентации. Я не записывала мастер-класс, когда я его делала, поэтому я вам, я специально записала презентацию, где все про него рассказываю, как я делала, какие нюансы с тем, чтобы его сделать. Это я все в презентации расскажу. Дам выкройки на этого лебедя и дам схемы, как, что приклеивается, что куда приклеивается. Вот, то есть разбираться будете самостоятельно. И, ну, тут, в принципе, и не обязательно, чтобы я вот прям показывала вам каждую вот это взять, туда приклеить. Схемы все есть, выкройки все есть. Я думаю, что вы прекрасно с ними справитесь. Но за счет того, что нет вот этого полноценного мастер-класса, цена на него просто копеечная. Вот это вот красавца вы сможете создать. У нас там 1250 рублей, по-моему, сегодня цена на него. Так что получить за него вы можете гораздо больше. Да, вы потратите немало времени на него. Но это, во-первых, будет вашим лицом, в вашем портфолио это будет выглядеть как ого-го, как у мастера. Во-вторых, ему есть прекрасное применение для того, чтобы украшать. Предлагайте, сдавайте в аренду или делайте их на заказ, продавайте. Такого пока еще нет. Так что ниша открыта. Пробуйте, дерзайте. Все, я переключаюсь. Значит, чтобы баннер с предложением появился, по всей видимости, нужно просто обновить страничку. Вот, и наверху сейчас все посмотрите. Пишите комментарии, спрашивайте. И я вам просто здесь же в чате, я напишу вам на все ответы. Мы пока больше не будем задерживать, потому что у нас сейчас приходит следующая группа участников уже на следующий мастер-класс. Все, рада вас, девчонки, видеть. Потом обязательно присылайте свои фотографии. Мне очень интересно, что у вас получится. Вот, будем выкладывать все в альбоме и смотреть. Ну, еще кучу-кучу всего придумаем. И следующий у нас мастер-класс на Forever будет почти через месяц, 17 августа. И делать мы там с вами будем глобус, топиарий глобус, объемненький, интересненький. То, что-то там придумаю по нему, пока только тоже мысли в голове. Будет такой интересный, я думаю, подарок на 1 сентября. Можно сделать довольно необычные вещи. Так что не забывайте регистрироваться. И жду вас в среду, теперь в среду через месяц, тоже на Forever. Ну и все остальное тоже можете уже смотреть на моей страничке по расписаниям на другие мастер-классы. Все, рада была, что вы все активны в чате. Прекрасно. Мартышки и Маша тоже, да, тоже все из Фома. Я постепенно запишу все мастер-классы, все, что понаделала во время отпуска. И все обязательно в скором времени появится. Так что на страничке заглядывайте, не забывайте. Все. Всем спокойной ночи. Людмила, выбирайте. Да-да-да, я уже здесь. Спасибо огромное. С нами была Татьяна Шмелева. Замечательное выступление. Я думаю, что для всех абсолютно время прошло незаметно, как один миг. Для меня, во всяком случае, так это и было. Я ставлю очень много восклицательных знаков. По традиции это наши аплодисменты выступающему гостю, выступившему гостю. И вы можете тоже присоединиться своими аплодисментами. Даже если вы смотрите в записи, пожалуйста, можете поставить ваши аплодисменты, написать. И я вижу очень много слов благодарности. Спасибо. Спасибо за мастер-класс. Все супер. Все просто отлично. Да, действительно. Легко и просто, как кажется. Но если следовать абсолютно всем шагам, которым обучает Татьяна Шмелева, то все это может быть действительно простым. Я прямо сейчас хочу предложить вам пройти по баннеру. Он есть у вас над чатом в правом верхнем углу. Поэтому прямо сейчас нажимайте на баннер. Я делюсь с вами своим экраном. И мы переходим на страничку, где есть предложение от Татьяны Шмелевой. Посмотрите, пожалуйста. Так, минутку. Я на самое начало, потому что уже ходила, уже смотрела. Все великолепное, замечательное. Все хочется купить. Всему хочется научиться. Итак, комплект видео мастер-классов «Часы с кукушкой» и «Лебедь». Замечательно. Все это мы видели только что, как говорится, вживую, в руках у самой Татьяны. Стоимость вместо 3800 рублей мы можем заплатить 2450 рублей и получить 122 балла за покупку. Такое великолепие станет настоящим украшением. И я считаю, что это действительно эксклюзив. Итак, вы можете посмотреть, что вы получаете, обретя этот мастер-класс, и дополнительно вы получаете бонус вступления в закрытую группу. Посмотрите. Там уже собрано 40 бесплатных мастер-классов. Проходят акции. Накапливаются личные скидки. Рекомендую вам нажать на это слово «Скидки». Это активная ссылка. И ознакомиться с тем, что же такое скидки в закрытой группе Татьяны Шмелевой. Следующее предложение тоже видели мы только что в руках у Татьяны. Это видео-мастер-класс «Огрызок. Подставка для зубочисток». 350 рублей. Всего-навсего. И вот это интересное чудо может стать частью вашего интерьера. 17 баллов за покупку. Вы можете нажать на кнопочку «Заказать», но я пока этого не делаю, потому что предлагаю вам пройти еще чуть ниже по страничке. видео-мастер-класс «Часы с кукушкой». Посмотрите, 1550 рублей. И такое чудо вы можете делать своими руками. Причем, используя собственную фантазию, можно добавлять какие-то детали, какие-то аксессуары самостоятельно. Вот на что у вас хватит вашей фантазии. Или, смотря к чему, какой дате, к какому событию вы делаете такие часы. И, кстати, можно их и продать, имея дополнительный доход. Но об этом мы чуть позже поговорим. Итак, 1550 рублей. 77 баллов за покупку. Нажимаем на слово «Заказать». Следующий видео-мастер-класс «Лебедь». Выкройки схемы. «Чудо», «Супер», «Великолепно». Других слов просто не подобрать. Только самые-самые-самые лучшие слова приходят на ум, глядя на это совершенство. 1250 рублей. 62 балла за покупку. Кого это интересует, кого этот лебедик вдохновляет, нажимаем на кнопочку «Заказать». И есть еще вариант. Вступление в закрытую группу. Подписка, где собраны уже многие и многие мастер-классы. 850 рублей всего-навсего. И 42 балла за покупку. Ценность всех мастер-классов. 25 тысяч рублей. Вы можете ознакомиться с тем, что уже собрано. Пожалуйста, список мастер-классов. Нажимаем на кнопочку «Заказать» и переходим вот сюда. Видим мастер-класс «Лебедь». 1250 рублей. И мы с вами здесь заполняем три поля. Это ваше имя, ваш электронный адрес и ваш номер телефона в международном формате. Нажимаем на кнопочку «Оформить заказ» и система нас с вами переносит на следующую страничку. Мы можем добавить к нашему заказу все записи конференции «Фоамиран. Секреты мастеров». Обращаю ваше внимание на то, что это очень выгодное предложение. Полная стоимость всех записей конференции после окончания этой конференции будет 9999 рублей. В данный момент вы можете приобрести отдельно все записи конференции по цене 1490 рублей. Но если вы захотите добавить к вашему заказу все записи конференции, то они будут стоить 990 рублей. Кого это интересует, нажимаем на «Да», добавить в заказ, и мы попадаем на вот эту страничку. Часы вверху отслеживают время нашей оплаты. Оформить заказ можно прямо сейчас, а оплатить в течение следующих двух суток. Информация по номеру заказа, от какого числа вы делаете заказ. Здесь будет прописан ваш электронный адрес. Проверьте, правильно ли вы его записали. Сколько вы должны оплатить, сколько вы получаете баллов за эту покупку. О системе баллов можно посмотреть вот здесь, нажав на активную ссылку о системе баллов. И дальше выбирайте способ оплаты, их 8. Выбирайте то, что наиболее вам удобно. Есть видеоинструкции по оплате банковской картой. Вот здесь все пошагово, очень подробно рассказано, показано. Вам остается лишь пройти по этим же шагам. И с помощью платежной системы PayPal тоже, пожалуйста, видеоинструкция с объяснениями. Вам только лишь остается делать то же самое, что есть в этом видео. Если вдруг у вас что-то не будет получаться, вы, может быть, в чем-то не уверены, в каком-то своем шаге, то можете не переживать. Вам обязательно перезвонит ваш персональный менеджер и окажет всяческую помощь. Еще я хочу напомнить, дорогие друзья, о том, что вы можете смотреть запись сегодняшнего мастер-класса до 18 часов завтрашнего дня. Потом бесплатный просмотр мы выбираем. Можно будет только лишь оформить покупку. Ну и еще хочу напомнить, что среди всех покупательниц сегодняшнего дня будет разыгран сертификат на 500 рублей от интернет-магазина ТАДИ. От партнера нашей конференции. Ну а теперь я смотрю ровно 21 час, поэтому я покидаю вас буквально на 2-3 минуты и возвращаюсь вместе с нашим следующим спикером, нашей гостьей. Поэтому вы, пожалуйста, далеко не уходите. У вас есть 2-3 минуты, не более. Мы постараемся быстро все сделать. Перед началом эфира я напишу об этом в чат. Обновите страничку. Ну а пока прощаюсь на 2-3 минуты. Продолжение следует.